50 оттенков ржавого. Жители разных районов Благовещенска присылают фотографии и видео воды из-под крана. Благовещенск микрорайон. Периодически Кока-Кола из-под крана льется. Чигири. Улица Красная, 3. Фильтра на кувшин аквафор хватает минимум на неделю. Воду из-под крана никогда не пьем. На Воронково, 27. Черемушки. Ужас. Не то что пить. В ванную страшно залезть. А у нас маленький ребенок. Берег у дачи. Ужасная рыжая вода. Открываем. Заряющая вода. И появляется специфический запах. А ванна наполняется будто бы лимонадом. Хозяин квартиры в доме на Амурской 270 возмущается. Было еще хуже. Доказательства показывает видео и документы. Как всегда, все без изменений. В нашем доме есть такая проблема. Это неисправен теплообменник. То есть в нашем доме новый дом находится всего лишь 5 лет. Но мы видим холодную воду в надлежащем качестве, а горячую нет. После того, как помоешься, на тебе стешишься. Ну, потому что, сами понимаете, вода не предназначена для того, чтобы ей потреблять пищу, мыть посуду и также принимать душ. Ну, мы-то проще переключили бойлер. Но, опять же, я, получается, цвет получу больше. Ржавая вода в квартирах течет с мая. Все это время Сергей переписывается с управляющей компанией, Роспотребнадзором и жилищной инспекцией. К Амурским коммунальным системам, по словам Сергея, жалоб нет. Ведь холодная вода чистая, а при нагреве уже в самом доме появляется ржавчина. Когда вода покидает водозабор, она, естественно, соответствует всем нормам. Далее, она идет по городской сети и поступает к нам в дома. Ресурсоснабжающая организация отвечает за всю воду до ввода в дом. То есть, вот начинается граница вашего дома, соответственно, заканчиваются наши полномочия. Руководитель управляющей компании «Тепловод Ремстрой» рассказал, что до сих пор ищет причину проблемы. Специалисты промыли систему водоснабжения дома, заменили вот такие пластины теплообменника. Теперь организация просит отключить все водонагреватели, чтобы вода начала циркулировать. Она, кстати, посветлела, но не везде. Роспотребнадзор выдал управляющей компании предписание устранить нарушения до середины августа. В управляйке хотят провести независимую экспертизу воды. Сотрудники считают, что дело может быть в новых реагентах, которые якобы используют ВКС. Еще одна возможная причина – трубы нового дома, на которых скопилась ржавчина. Подобные трубы использовал застройщик. В жилищной инспекции советуют создать совет дома. Так будет проще добиваться правды, особенно если дело дойдет до суда. За некачественную услугу компания обязана сделать перерасчет, если будет доказано, что услуга ненормативная. Инспекция в случае выявления нарушения тоже может обратиться в суд с протоколом о бездействии управляйки. За несоответствие коммунальных услуг грозит штраф от 150 до 250 тысяч рублей. За полгода в жилинспекцию поступило больше 2000 жалоб. В прошлом году за аналогичный период их было на 400 меньше. Наталья Погодаева, Степан Юдинцев, Альфа Новости.